ПЕСНЯ ПЕСНЯ Первые рассказы о самах людоедах появились в 15 веке, и с каждым веком количество их только растет. В 2008 году сообщалось о волне нападений на озере Шлафте, который находится за пределами Берлина. Многие считают, что это был двухметровый сон. Таких крупных рыб уже вылавливали в России. В их желудках обнаруживали человеческие останки, но большинство экспертов подозревают, что жертвы утонули до того, как их проглотили. Тем не менее, обыкновенный сом может проявлять агрессивное поведение во время брачного сезона, что повышает вероятность того, что эта рыба-монстр может нести ответственность за нападение на людей, которые рискуют войти на ее территорию. Самы вынуждены глотать свою добычу целиком, но даже их максимальный размер вряд ли может позволить проглотить даже маленького ребенка. Можно увидеть чучело таких сомов, и иногда они достигают трех метров, но даже такой монстр вряд ли своим огромным ртом смог бы проглотить ребенка. Несколько лет назад был обнаружен сом, плавающий на поверхности. Это произошло после того, как он атаковал плавающий футбольный мяч. Он застрял в его рту, и бедная рыба задохнулась. Это даже не был настоящий футбольный мяч, как те, которые используются для профессиональной игры. Он был меньшего размера и из резины. Если присмотреться, то можно заметить, что вход в пищевод намного уже, чем сама пасть рыбы, как минимум в два раза. Видимо, именно поэтому рыба и не смогла проглотить мяч. Он попросту застрял у нее в пасти, а зубы мешали выплюнуть мяч наружу. Значит, даже трехметровый сом максимум, что может сделать, так это проглотить очень маленького ребенка. Даже у гигантских сомов длиной 3 метра и весом 150 килограмм, ширина рта составляет 34 сантиметра. Длина 2,5 метра и более кажется достаточно для того, чтобы проглотить человека. Но у сома, помимо проблемы с шириной рта, есть проблемы с вместимостью. На фотографиях очень хорошо видно, что большая часть сома приходится на его хвост, а брюшная область занимает лишь около третьей общей длины. Уже трудно себе представить ребенка в соме и практически невозможно взрослого человека. Зубы сома малые, они не способны откусить часть тела, как это может акула. Поскольку сомы не способны откусывать кусочки от человеческой плоти, вполне уместно полагать, что части человеческих останков, найденных в животах сомов, были людьми, которые были либо убиты и разорваны на куски их убийцами или это произошло в результате несчастного случая. Есть также второй вариант, что сомам действительно удавалось расшлинить мертвых людей, которые уже достаточно долго находились под водой, из-за чего их тела начали разлагаться и помягчили. Несмотря на все упомянутое выше, остается еще одна причина – убийство ради убийства. А что если сом не отдает себе отчет, что он схватил за ногу именно человека и тянет его на дно и не понимает, что он все-таки не сможет проглотить его целиком? Такую мысль, как сом специально допил людей, чтобы потом труп затащить под воду и подождать, пока он разложится, а затем съесть, мы также отбрасываем. Это связано с тем, что сомы относятся к рыбам, головной мозг которых не так развит, как у более совершенных животных, как млекопитающих. Они не способны строить замысловатые планы охоты, как например львы или касатки. Для сомов все намного проще, что вижу, то и тащу впадь. Итак, чисто теоретически сомы могут нападать на человека, как на пищу, но быстро это поймут при сопротивлении. Утопить человека сом может, но вот сделать это ради того, чтобы потом его съесть, это пожалуй нет. В сомах действительно находили человеческие останки, но это вовсе не означает, что сом справился с живым человеком. Скорее всего в таких случаях сомы проглатывали останки уже мертвого человека. В частности, в Польше в 2015 году мужчине удалось выловить сома длиной 3,7 метра и весом 187 килограммов. В его желудке, кроме остатков мелких рыб, нашли несколько фрагментов человеческого черепа и металлический значок с нацистским орлом. Тщательный анализ показал, что, по всей видимости, сом в 1940 году наткнулся на немецкого солдата ССР, погибшего во время оккупации в Польше. Судмедэксперты не смогли определить причину смерти. Они также не смогли определить, умер ли мужчина в результате нападения сома или нет. Возраст пойманного сома биологи оценили в 90-110 лет. На этом все. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.